Здравствуйте! А теперь в эфире сводка пришествий города и округа за прошедшие сутки. 13 декабря в 5 вечера произошла авария на 269-м километре трассы Сургут-Селехард. Столкнулись грузовой автомобиль «ДАФ» и «Лексус». Водитель легковушки, мужчина 70-го года рождения, доставлен с травмами в больницу Ноябрьска. Подробности ДТП устанавливают сотрудники полиции. По решению суда, 49-летнего жителя Муравленко лишили на год право управления транспортом. Мужчина сбил собаку и покинул место ДТП. Виновника этого происшествия полицейские установили, изучив записи с камер видеонаблюдения. Собаку пришлось усыпить из-за большого количества переломов и повреждений внутренних органов. Заявление в полицию, чтобы найти сбежавшего водителя и привлечь его к ответственности за превышение скорости и жестокое обращение с животными, написали местные жители. Накануне вечером в 10 километрах от села Оксарка произошло смертельное ДТП с участием оленя. Животное сбило иномарка. Водитель не пострадал, олень погиб. В госавтоинспекции предупреждают, в настоящее время оленеводы перегоняют стада на зимние пастбища, что повышает риск подобных происшествий на трассе Салихард-Оксарка и Салихард-Надым. Будьте внимательны и соблюдайте скоростной режим. Появились подробности пожара на улице Звездная. На его полную ликвидацию потребовалось 14 часов. Спасатели окончили все работы только в 6 часов вечера. Дом тушили 20 человек личного состава и 7 спецмашин. Пламя повредило почти 600 квадратных метров общей площади и все имущество. В Тазовском передано в суд дело о племяннике, который избил родного дядю и оставил его умирать в тундре. По данным следствия, трагедия случилась 4 июня около одного из балков в Гайданской тундре. В гости к 57-летнему мужчине приехал племянник. Мужчины вместе выпивали, но потом веселье перешло в драку. Молодой человек сильно избил родственника и скрылся. Все произошло на улице возле балка. Там соседи обнаружили тело мужчины спустя три дня. Экспертиза установила, что он скончался не от травма, скорее всего, просто замерз и умер от переохлаждения. Поэтому племянника будут судить не за убийство, а за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Жительница Семилиственниц перевела мошенникам более полутора миллиона рублей. Киберпреступники позвонили ей через мессенджер Телеграм, представились сотрудниками ФСБ и напугали рассказами о неких иноагентах. Под предлогом борьбы с противоправными действиями этих иноагентов, мошенники убедили женщину оформить кредиты. С 7 по 9 декабря доверчивая северянка набрала займов на 1 миллион 600 тысяч рублей и все перевела на счета бандитов. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин